Восемь утра приехали с администрации Аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Со слезами на глазах сотрудники конифермы Аграрного вуза провожали своих постояльцев неделю назад. Лошадей тогда вывезли, несмотря на явный протест родителей юных спортсменов и тренеров Федерации современного пятиборья и конного спорта. Забежали в конюшню, начали кричать, отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей, все, выходи отсюда. 32 лошади увезли на ипподром. В аграрном университете, на балансе которого кониферма была 37 лет и стала в итоге убыточной, заверили. Животные получат должный уход. На неделе сотрудники ипподрома рассказали, что каждой лошади создали достойные условия, учитывая, что многие, особенно юные жеребята, достались им буквально заморышами, тощие, недоразвитые. Но с такой оценкой физического состояния животных в корне не согласны сотрудники конифермы. Мы сейчас были там только что, и подстилка там абсолютно такая же, как у нас. По поводу того, что там какое-то у них идеальное содержание, ну нет, точно такое же, как было у нас. Никаких там суперусловий нет. То есть это все специально для занижения качества этих лошадей, для того, чтобы, возможно, их выкупить дешево в дальнейшем и продавать. Общественники подчеркивают, они готовы были выкупить своих подопечных. С июля просили ректора назвать конкретную сумму. Но ее руководство вуза так и не обозначило. И сегодня любимых животных, говорит Наталья, приходится навещать в чужих стенах. Лошадок приехали покормить. Смотрим, какие тут ручьи, санья текут ручьем. Ни тебе охраны, ни тебе ни одной камеры. Зашли, никто нас не остановил. Вот тебе, пожалуйста, уход. Шестиразовое питание. Безопасность, тепло. Сотрудники ипподрома рассказали, что около 14 кобыл, пригодных для спорта, здесь планируют оставить себе для организации детской секции. Остальные, старушки и молодняк, непригодны. Аграрный будет продавать их, но цену и условия сделки, как и судьбу непригодных, на ипподроме, по данным толка, не комментируют. Елена Макаренко, День с толком.